Приветствую всех у себя на канале. Давайте сегодня посмотрим второй прогноз для Близнецов на июль 2024 года. Что ожидает Близнецов в июле 2024 года? Основной фон месяца, работа, карьера. Финансы, имущества, личная жизнь, важные события в загаданный период, либо люди, существенно влияющие на вас. И подсказка от Ленорма. Основной фон. Верховная жрица, таинственность, работа подсознания, интуиция ваша, обучение, может быть получение новых знаний. Но, конечно, этот аркан надо смотреть в сочетании с другими, чтобы более подробно его расшифровать. Давайте перейдем к работе. Работа, карьера, правосудие. Но это когда восторжествовала справедливость, когда вам, наконец, воздастся за ваши заслуги. Кто хорошо поработал, тот и получит то, что ему полагается. Наконец-то вы сможете отстоять. Ну, смотрите, старший аркан в сочетании с основным фоном старший аркан. Здесь, знаете, скорее, карта подсказывает, что ваша интуиция поможет вам добиться той цели, касаемо работы, карьеры, ваших дел, бизнеса. То есть ваш внутренний голос вам правильно подсказывает, как добиться желаемого. Если были сомнения, то скорее совет прислушаться к себе, нежели чем к окружающим вас людям. Потому что, ну, своя рубашка ближе к телу. Скорее всего, то, как вы видите ситуацию, это правильно для вас, для реализации именно ваших целей. Но здесь, в целом, как поработали, так и заработали. Здесь не получится что-то чужим трудом, либо каким-то, знаете, как говорится, меньшей кровью. Нет. Чтобы что-то заслужить, там премию тоже нужно будет хорошо потрудиться. Но, то есть, карта говорит, что результат вы получите, да, в виде конкретных достижений рабочих, достижений в карьере, продвижении, получении премии, повышении зарплаты. Все будет, но для этого нужно, нужно стараться, нужно трудиться, нужно вкладываться. Обязательно. То есть, само, само не придет. И пользуйтесь вашим внутренним голосом, вашей интуицией, вашими знаниями. Все это вам поможет. Давайте посмотрим финансы. Финансы у вас, смотрите, стремительно здесь какой-то взлет. Это опять благодаря подсказкам вашим изнутри, да, вашим внутренним идеям, мыслям. То есть, смотрите, я так вижу теперь эту карту. Все внимание на ваш внутренний мир, на вашу интуицию. Везде вот вам будет помогать внутренний голос, чтобы продвигаться. Вот и здесь возможен существенный рост вашего финансового благосостояния. Возможно, действительно получение какой-то премии. И здесь вот прислушивайтесь, опять прислушивайтесь к себе. Это как, когда вы вдруг понимаете, что вот здесь и сейчас нужно оказаться в том месте, да, в конкретное время. И тогда вот, чтобы не упустить выгоды, да, вы обязательно должны быть там. Ну, это опять вот, да, вот какое-то внутреннее чутье, которое подсказывает вам, как больше заработать. Когда выгодно, я не знаю, что там, обменять какую-нибудь валюту. Или когда, где выгодно вложиться, что-то инвестировать. Вот ваше внутреннее чутье вам подскажет, и это поможет вам. Я не знаю, конечно, не хочется давать таких советов, но это такое ощущение, что прямо будете знать, на какую команду ставить. Ну, что-то такое вот, да. Хотя, опять же, да, мне не хочется давать таких советов. Учитывая всякие такие азартные вещи, но это вот в целом то, что... Вашу выгоду вы увидите, вот почувствуете, да, где, где вот, какое железо пока горячо, да. Вот, это вот здесь об этом. Давайте посмотрим личную жизнь. Ну, а дьявол с верховной жрицей-то... Ну, по меньшей мере привязки. По меньшей мере привязки к человеку. То есть взаимозависимо с кем-то здесь показывают. Вообще, дьявол с верховной жрицей еще указывает на магическое воздействие. Но я здесь не буду вдаваться в эту тему. Это вообще тема отдельного расклада. Но, тем не менее, как минимум, очень серьезная, сильная привязанность к вашему партнеру, к вашей второй половине. И даже, знаете, как если вы с человеком не вместе, карты показывают, что все равно, может быть, это ваш бывший партнер, к которому вы до сих пор привязаны. Потому что верховная жрица и дьявол, это очень сильная связь. Я опять даже не буду трактовать, кто в паре, кто не в паре. Если вы в паре, это сильнейшая связка вас обоих с вашим партнером. Если вы не в паре, это сильнейшая привязка вас к какому-то человеку, может быть, из прошлого, может быть, к тому человеку, с которым вы не вместе по тем или иным причинам. Ну, в любом случае, здесь все показывает на связь, привязку на постоянные мысли. Ну, довольно-таки изматывающее состояние здесь по личной жизни. Но вот карты показывают так. Давайте посмотрим важные события. Паш Кубков. Если есть ребенок, то это важное достижение вашего ребенка. Это можно трактовать в сочетании с верховной жрицей. Это успехи, знаете, такого интеллектуального плана, учебы, каких-то достижений. Может быть, творческих. Кубки – это еще и творческая масть. То есть, вот, ну, какое-то призовое место ваш ребенок занял, да, и вы вот гордитесь, что он наделен талантами большими, да, если рядом с верховной жрицей смотреть. Если вопрос детей не актуален, то карта вам так говорит. Чем раньше вы отпустите вот эту связку, привязку к тому человеку, который, может быть, не отвечает вам взаимностью, тем быстрее вы встретите нового человека. Потому что Паш Кубков – это новая романтическая встреча, новое романтическое знакомство. И у вас есть перспектива встретить нового человека. Но для этого вам нужно отключаться от старых связей, старых зависимостей, которые, ну, подъявол, не приносят ни удовольствия, ни счастья, ни радости. Ну, это для тех, кто не в паре, ясное дело. Для тех, кто, ну, в отношениях у вас тоже такая, знаете, здесь вернусь, да, немножечко. Потому что серьезный аркан. И вообще, смотрите, у вас здесь четыре старших аркановые полмесяца. Довольно насыщенный будет. Для тех, кто в паре, связка так крепкая – это хорошо. Но вот такая сильнейшая привязанность может быть слишком, знаете, болезненной в том плане, что будет желание каждого из партнеров контролировать друг друга. Вот нету вот, знаете, такой легкости романтизма в отношениях, если вы в паре. Есть вот постоянное желание, там, может быть, какая-то ревность, желание постоянно проверять, там, ежеминутно звонить, а где ты, а что ты. Это вот такое. Либо ваше отношение к партнеру таковое, может быть, либо вашего партнера к вам, либо обоюдное. Вот это вот. Давайте посмотрим подсказку от Ленорман. Здесь, знаете, какая-то семейная тайна, размышления над этим. Ну, у кого-то это может быть действительно так, знаете, грандиозно, как в каком-то романе. Книга закрытая, поэтому это либо хранить какую-то семейную тайну, не рассказывать о ней, размышлять. Либо размышлять о том, что, скорее всего, в вашей семье, может быть, в вашем роду что-то такое было. Очень, знаете, такой вот глобальная такая какая-то подсказка, такая какая-то вот... Ну, такая глубокая, да, опять же, вспоминаем фон Месяца Верховная Жрица. Это какие-то тайные знания, это вот опять поэтому здесь вот мне видится так. Что-то скрывать, что-то о своей семье, о своем роде, да, о своих предках даже. Да, вот так вот даже глобально может быть. Либо думать о том, что... Как бы узнать, да. Ну, если попроще, например, кто-то может желать узнать какие-то, поднять архивные сведения о своих родственниках. Кто-то может разыскивать информацию о своих родственниках, ближних, там, дальних, у всех по-своему. То есть вот вы можете искать информацию вот о том, как, может быть, где раньше кто жил, откуда кто родом. И вот мысли об этом. Ну, почему-то так видится. Ну, не думаю, что все там начнут заниматься изысканиями, да, копаться в архивах, как составлять родословную, вот это вот, знаете, генеалогическое древо рисовать. Ну, это вот что-то, что-то такое. Но, по меньшей мере, это интерес к своим близким людям. Мысли даже, хотя бы, хотя бы мысли, да. Может быть, кто-то фотоальбом возьмет, вспомнит, пролистает или поинтересуется, да, там, у старших родственников. Кто вот этот дядя, а кто вот эту тетю, да, как кого зовут, кто кому приходится. Ну, вот хотя бы так. Вот какой-то интерес к своему роду, к своей семье, к своему дому, к своим корням. Вот такой получился расклад для близнецов. Пишите ваши комментарии. И спасибо вам за просмотр. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...